Привет, друзья! Обычно мы показываем интерьер с дизайном от нашей студии с уже законченным ремонтом, но сегодня будет совершенно другой формат. Меньше чем за час вы увидите подробный рассказ о том, как шел ремонт моей квартиры. Все от демонтажа стен и пыльных работ до расстановки дизайнерской мебели. Вы наглядно увидите множество скрытых моментов, которые в большинстве случаев остаются за кадром, но потом они все равно всплывают и становятся вашей головной болью. Обязательно посмотрите, если планируете начинать стройку. Это точно сбережет ваши нервы. Моих, поверьте, за год почти не осталось. Стены, электрика, водоснабжение и канализация. Первые месяцы стройки самые скучные, но при этом самые важные. Визуально ничего особо не происходит, но по сути мы закладываем скелет для нашей будущей квартиры. Чтобы создать что-то новое, мы для начала разрушили все старое. Снесли старые стены, электрику, голову прорабу. Но у прорабов, вы знаете, как у Змея Горыныча, заново и заново вырастает новая голова. Мы начали делать все с нуля, но уже по нашему дизайн-проекту. Я сделал обмеры, когда было знакомительное посещение квартиры перед покупкой. И пока дом строился, я создавал дизайн-проект. И по сути, когда у меня уже появились ключи, дизайн-проект был готов. Мы начали ремонт с того, что снесли все газобетоновые стены и возвели заново стены с гипсокартоном. Для чего это сделано? В первую очередь для лучшей шумоизоляции от соседей и между комнатами. Какой у нас пирог стены? Значит, в центре у нас стойки, алюминиевые стойки 50 на 50. И с каждой стороны по два листа акустического гипсокартона. Он более плотный, он более твердый. И, конечно же, он гораздо лучше сдерживает шум и гасит эхо. Чтобы на эту стену впоследствии можно было укрепить какие-то полки, что-то к ней прикручивать, под гипсокартон мы заложили слой фанеры. Это самый такой правильный способ, чтобы стену сделать несущей. Для большей шумоизоляции, конечно же, всю эту пустоту мы проложим минватой. Конечно же, очень легко в таких стенах прокладывать все коммуникации. Здесь у нас идет разводка проводов по потолку, потом она закидывается в стены и спускается до нужных отметок в одну комнату и во вторую. В нашей квартире будут двери скрытого крепления без наличников. Они будут очень высокие. Посмотрите, это высота 2,40. Они для такого низкого потолка, они визуально будут работать на его визуальное увеличение. Коробки уже куплены, они скоро приедут, потому что они должны устанавливаться на черновом этапе. То есть это я покажу вам чуть позже. Сейчас мы сделали по ТЗ от дверей под них вот эти проемы. В каждой стойке проложена закладная. Это брус. Он усиливает вот эту нашу рамочку, чтобы дверь жетко держалась и никуда она у нас не шаталась. Второй слой гипрока будет подшит, когда будет закончена электрика, то есть уже в ближайшее время. И потом здесь будет организован подход этого гипсокартона к профилю скрытой двери. Это обязательно я покажу. Это очень интересно. И это все нужно подробно показывать на каждом этапе. Это средняя комната, кабинет и в будущем детская. Она небольшая. И мы, расширив коридор, ее немножко уменьшили, но в коридоре при этом появился полноценный шкаф. Потому что изначально здесь был какой-то кривой изгиб. И мы сделали комнату более квадратной. Рассказывать здесь особо нечего. То есть здесь также подшита только одна сторона стены. Проведены провода. И дальше стена уже будет зашиваться и переходить к следующему этапу. Чаще всего, когда мы получаем квартиру от застройщика, узел подводки горячей воды к радиатору выглядит так, что он выведен из пола. Но это очень непрактично, потому что когда вы моете пол, у вас шелабра упирается в этот узел. Напольным покрытием нужно его как-то обходить. Если эта плитка, там будут некрасивые дырочки, которые надо чем-то прикрывать. Если это паркет, который все время расширяется, то он будет щелиться. Это тоже будет не очень понятно. Там будет скапливаться грязь. Поэтому этот узел мы переделали. Отопление заведено в стену. И подводка к радиатору будет из стены. Таким образом мы полностью избавляемся от этой неприятной ситуации. И получаем эстетичное решение. Здесь вот оставлена такая большая щель. Мы ее поднимем бетонным материалом. И в качестве подоконника я хочу использовать керамогранит. Здесь будет два щита. Один щит это будет щит электрический. А второй щит это будет щит для трансформаторов. Для самооточных систем. Все потолки в коридоре и в кухне мы подошьем натяжным парящим потолком. И поэтому здесь можно легко делать разводку всех проводов. А в жилых комнатах, если вы обратите внимание, там где у нас остается бетонный потолок, на потолке не будет ни одного провода. Все провода заведены в стену. Сейчас мы находимся в мастер-спальне. Это довольно большая комната, поэтому она была разделена на две зоны. В первой будет большая стеклянная гардеробная, а во второй будет кровать для зоны сна. За этой стеной находится спальня соседей. И чтобы друг от друга изолироваться, мы решили выстроить каркас и обшить его также шумоизоляционным гипсокартоном. Ну и за ним, конечно же, проложить минвату. Вот эти огромные мешки минваты. Здесь было принято решение все стойки оторвать от стены на полтора сантиметра, чтобы вот так аккуратненько за ними пройтись проводами. В противном случае за каждой стойкой нам пришлось бы свернуться в штукатурку, как-то протягивать. Мы здесь упростили это решение и просто еще немножко украли от комнаты. Ну, что делать, зато здесь все ровно, красиво и эстетично. В этой квартире была очень маленькая ванна, отдельно от нее был очень маленький туалет, поэтому мы решили все это объединить и еще немножко расширить на коридор. И получилось такое довольно объемное пространство, и здесь, конечно же, поместится все. Изначально это был узкий туалет, вот я сейчас стою как раз по его границе, то есть он был еще и меньше, то есть, в принципе, сидя на горшке, можно было упереться головой в дверь. Соответственно, мы его расширили и повернули унитаз вот в эту сторону, то есть сейчас здесь просто суперконформный туалет. Над вот этой инсталляцией у нас здесь есть такой вот обширный узел. Здесь два фильтра грубой очистки, то есть мы будем избавляться от ржавой входящей воды петербургской, чтобы, во-первых, не портить электроприборы бытовые, ну и вообще, в принципе, мыться чистой водой. Здесь есть два устройства Нептун, они будут перекрывать воду в случае протечки. Также мы сюда подсоединили счетчики, чтобы не лазить через какой-то люк вот сюда, что-то там делать. А сам вод воды из стойков мы также перенесем в эту зону, чтобы вот эти трубы можно было шумоизолировать и зашить, а перекрывать воду можно было уже открывая шкаф. То есть мы здесь не будем делать плиточный какой-то люк, который вот постоянно раскалывается, который меня довольно напрягает, который постоянно стоит открытый. Здесь просто будет мебельный шкаф, который легко открывается, и у нас есть доступ ко всем вот этим устройствам. И мы специально сместили вот это все дело в левую часть, чтобы здесь осталось место. И здесь будут три розетки, чтобы можно было поставить на ночь, там заряжаться, зубную щетку, какие-то бритву. То есть любые электроустройства, чтобы они не стояли у нас на мойке, не заряжались, они будут спрятаны в шкафу и спокойненько себе там заряжаться, не портят нам внешний вид. И также я хочу обратить внимание, что в ванной немножко другой пирог стены. Во-первых, здесь сотые стойки, они специально такие толстые, чтобы вот здесь, в эту стену, влез электрощит. Чтобы он там комфортно поместился и сверху подошло любое количество проводов. Также здесь зашито не акустическим гипсокартоном, а специальным водостойким, потому что у нас здесь влажное помещение, чтобы он не набирал воду и сохранял свои свойства. То есть здесь он потоньше, он 1,25 по-моему. То есть не полтора сантиметра, а потоньше. То есть общая толщина пирога получилась 150 миллиметров. Коробки дверей. Узел коллекторов водоснабжения. Сейчас в моде двери скрытого монтажа. Не путайте со скрытыми дверями. Это немного другое, хотя принцип очень похож. Но немногие знают, что коробки от таких дверей нужны нам на черновой стадии, когда еще только возводятся стены. И очень часто из-за этого зависает стройка. Но это еще не все проблемы, связанные с дверями скрытого монтажа. Если честно, мы очень сильно с ними намучились. То, как выглядит узел коллекторов водоснабжения, очень часто является лицом всей стройки. И я своим лицом очень доволен. В квартире все двери скрытые, а скрытые двери устанавливаются в два этапа. После того, как строители по техническому заданию от поставщика дверей подготовили проемы, высоту, учитывая то, насколько поднимется чистый пол, ширину, вышел установщик от дверей и установил скрытые коробки. Коробка устанавливается вместе с полотном. После этого полотно нужно снять, чтобы во время стройки строители не убили его, таская здесь всякие разные строительные материалы. То есть она упакована в коробку и ждет своего часа. Тогда же врежут петли, врежут ручки и так далее. Коробка установлена, и теперь нужно облагородить примыкание. Значит, с внешней стороны вот это будет закрыто куском гипсокартона, а дальше уже маляры будут шпатлевать вот эту часть. Теперь по поводу обратной стороны. Здесь все тоже очень просто. Мы заходим вот в этот паз гипсокартоном. У нас получается красивый угол, и мы дальше его красим. То есть получается внутренний угол в комнате просто в покраске. Точно такая же ситуация будет в ванной. Там мы в этот паз зайдем плиткой. То есть будет уголочек из керамогранита. Все будет очень красиво, эстетично. А дальше уже будет вот этот красивый алюминий. Я хочу всем порекомендовать очень крутой лайфхак. Он стоит копейки. Это труба утеплителя. Она стоит, по-моему, там в районе 200 рублей. Вы ее покупаете, распиливаете по шву, и дальше просто надеваете на коробку. Вот таким образом. То есть по сути за 200 рублей вы покупаете чехол на вашу коробку, и дверь переживет всю стройку. Это очень простой лайфхак. Я его подсмотрел на какой-то очень дорогой стройке у крутых строителей. Мы полностью закончили узел над инсталляцией. Что в него входит? Значит, раньше у нас просто было два ввода воды. Мы их переделали вот в эту часть. Поэтому мы сможем полностью зашить вот эту коробочку. И уже здесь никаких выключателей не будет. То есть мы можем перекрывать воду вот этими двумя рычагами. В принципе, черновой этап, связанный с гипсокартоном, заканчивается. И дальше уже будут выходить маляры и выравнивать все стены. Теневые плинтуса, электрощит, встроенные смесители. Сказать, что мы намучились теневыми плинтусами, это ничего не сказать. Нигде ни у кого нет точной информации, как подойти теневым плинтусам к коробке скрытого монтажа. Ее просто нет. В итоге мы изобретали свой способ. Если вы устанавливаете смеситель скрытого монтажа, то у вас обязательно должна быть в наличии и скрытая часть, которая устанавливается в стену. Моя стройка очень сильно из-за этого зависла. Смесители ехали из Италии 9 месяцев. За это время реально можно было родить маленького сантехника. Существует два способа крепления профиля для теневого плинтуса. У нас вот использован первый способ. Стена состоит, внешний ее слой из двух листов акустического гипсокартона. Он толщиной 1,5 см, то есть толще, чем стандартный. И снизу вырезается фреза, и к фрезе на жидкие гвозди просто подклеивается вот такой металлический черный анодированный профиль. Затем, когда малярка будет закончена и будет укладываться плитка, либо паркет в комнатах, он подойдет и прижмет плинтус. А щель между плинтусом и чистовым материалом мы заполним герметиком, который скроет всю неровность подрезанного паркета или плитки, в общем, нивелирует все вот эти шероховатости. Когда коробка скрытого монтажа устанавливается, вот это место, оно никак не заполнено гипсокартоном. Его можно сделать только когда коробка установлена. Поэтому здесь вот постоянно возникают вот эти вопросы с тем, кто делает первым, кто делает вторым, потому что здесь несколько подрядчиков встречаются между собой. Сначала мы сделали проем, потом установили коробку, и потом вот здесь заполнили все гипсокартоном, причем мы заполнили все очень плотно, чтобы вот это место было прям максимально твердое, чтобы у нас, когда дверь будет хлопать, открываться, чтобы это место в итоге не расшаталось и не пошло трещинами. А внизу гипсокартон приходит в теневой плинтус. Вот здесь он аккуратненько запилен под 45, это тоже было проблемой почему-то для строителей. Там вставлен специальный элемент, который стягивает этот плинтус, и потом это все будет очень аккуратно замалярено. Хотел обязательно показать до проведения малярных работ вот этот светильник. Это навигационный ночной свет, всего их будет три в квартире, один в спальне и два в коридоре рядом с ванной. Это гипсовый элемент, он врезается, опять же, вот в первый лист гипсокартона, вот этими металлическими ушками он закрепляется, сверху подводится электричество, и потом во время малярки он будет полностью выведен в плоскости стены, то есть, по сути, останется только вот такой квадратик, из которого будет падать вниз на паркет, либо на плитку свет. Электрик закончил разводку проводов по всей квартире, и все они сходятся вот сюда, у нас в центральный распределительный щит. Также я хотел сюда спрятать еще и модем, но электрик отговорил, сказал, что там, где у нас трансформаторы и собрано много проводов, будут очень большие наводки, и лучше его спрятать где-то в другом месте. Поэтому мы спрятали его в шкафу в коридоре, и, в принципе, это центр квартиры, и оттуда будет лучше раздаваться интернет. Изначально в этом доме все щиты выведены над дверью, и это очень неудачное решение, потому что все жильцы дома на это жалуются, потому что, представьте, у меня рост 1,82 м, я не самый низкий человек, но все равно, чтобы дотянуться до автомата, мне нужно вставать на табуреточку, или вот в эту розеточку запитаться строительную. Поэтому мы его перенесем, вот от него идет силовой провод, мы его перенесем в наши вот эти два основных щита, и избавимся от вот этой бандуры, висящей над дверью. И впоследствии вот эти два щита будут закрыты обычными накладными лючками, и мы их закроем такой вертикальной красивой картиной. В ванной, наконец-то, закончена черновая разводка сантехники, мы смогли ее сделать, потому что, наконец-то, пришли смесители из Италии. Это смесители Чио, я думаю, что те, кто узнают, поймут, почему мы их так долго ждали. Теперь, наконец-то, можно сделать зашивку, она вот-вот начнется, и я хотел как раз показать до зашивки, как же у нас все выглядит внутри стен. Соответственно, канализационный стояк мы зашили специальной шумоизоляционной муфтой, чтобы постоянно громко не слышать, как там льется вода с верхних этажей. Здесь у нас на закладную установлен смеситель и вывод под гигиенический душ. То есть здесь можно настроить воду и пользоваться гигдушем. Здесь очень наглядно можно посмотреть, как будет работать вода до того, как стены еще зашиты. Смотрите, я в детстве просто очень любил эту популярную механику, какие-то вот такие игры. Значит, в холодная и горячая вода приходит смеситель, там они под вашим управлением смешиваются, идут вниз в слив-перелив, который будет запитан, и будут через слив-перелив наполнять ванну. Чтобы наполнить ванну, мне не нужно залезать сюда за стекло, и как-то вот там, как я обычно делаю, вот так залезать. То есть все, просто наклонился, включу воду, вода набралась. Если же я хочу принять душ, я залезаю в ванну. У нас здесь вот есть такая прекрасная система. Первое, по центру у нас находится смеситель, то есть я сначала настраиваю воду. То есть вот у нас холодная и горячая вода пришли, здесь они под моим руководством смешались, дальше они по трубе идут вот сюда, здесь у нас переключатель, и здесь я выбираю, по какой трубе дальше пойдет вода, по этой или по этой, спрятанной в стойке. То есть я переключаю. Первый вариант, когда вода пошла вверх, и я принимаю верхний душ. Второй вариант, когда вода пошла сюда, и здесь у меня ручной душ. То есть в принципе здесь максимально наглядно все это видно. Вот здесь у нас будет большая перетекающая вдоль вентоканала мойка, поэтому здесь нужно будет сделать прямо серьезную такую жесткую закладную. Мы закрепим ее в монолит, занкерим и приделаем. Мойка у нас будет подклеена снизу, и здесь у нас будет смеситель, и выходящий прямо из стены кран, который будет наполнять мойку. Это очень важный момент, когда вы заказываете смесители, которые установлены прямо в стену, вот эти элементы должны у вас находиться прямо сразу же на черновом этапе. Поэтому мы так и не могли закончить черновой этап из-за этих элементов, потому что они шли вместе с наружными. Наружные у меня находятся дома, в сейфе, я их храню до завершения ремонта, чтобы когда уже все будет сделано, мы могли их просто установить сверху. Черновые малярные работы, подоконники из керамогранита. Все стены зашили гипсокартоном, и настройка вышла специалиста малярных работ. У них очень долгая и пыльная работа. Все началось со скандала. Маляр сказал, что теневой плинтус установлен неправильно, и к нему аккуратно не подойти малярными материалами. В итоге пришлось переделывать все плинтуса. И, к счастью, строители, которые устанавливали их до этого, оказались порядочными и вернули деньги за некачественную проделанную работу. Чтобы стены получились идеальными под покраску, нужно потратить очень много времени. И каждый раз, приходя на стройку, мне казалось, что ничего не меняется. Я несколько раз даже ругался с маляром из-за этого, но он довел все до идеала. Закончил свою работу и ушел в запой. И это не шутка. У нас закончилась самая муторная, самая долгая, вот такая нудная часть. Это малярные черновые работы. То есть стены все белые, все подготовленные под финальную окраску. Давайте пройдемся немножко по мелочам. Гипсовые ночнички обрели свой финальный вид. Теперь они выглядят вот так. То есть здесь идеально к ним подошла штукатурка. Дальше они будут покрашены, и будет просто такая белая ниша, ниша, из которой будет идти аккуратный свет вниз и подсвечивать ночью, чтобы ничто нам не било в глаза. Самое больное место, конечно же, это тени выплюнутоса. Мне их сначала установили неправильно, потому что они у нас очень сильно выпирали из стены. В итоге их переделывали маляры, потому что маляр – это тот человек, который понимает, как правильно подходить штукатуркой к профилю. Когда это делают строители, они делают это, знаете, просто вот прилепить и забыть. А там дальше уже маляр как-то выводит, подводит. Здесь нужно было очень аккуратно сделать, чтобы слои штукатурки финишные подходили к коробке, чтобы это все было заподлицо. Также, чтобы профиль сильно не выпирал, чтобы на него сверху наползала штукатурка. И чтобы все вместе это обрело вот такой итоговый красивый вид. Мы зашили все гипсокартоном. Вот эта внешняя часть, на которой будет потом надеваться уже после плитки, будет надеваться чистовая сантехника. Мы сделали вот такую интересную конструкцию. Она также будет облицовываться здесь керамогранитом, а сверху будет наклеиваться зеркало. За зеркалом будет диодная лента. Вот для нее вывод. И будет красивый, отраженный вот этой косой плоскости свет. В общем, когда вы увидите результат, вы все поймете. Когда устанавливали вот этот смеситель, сантехник поставил его боком. Я не понимаю, что техника огромный опыт. На смесителе прямо стрелочками показано, где вверх, где вниз. И все равно он говорит, что можно и так, здесь стойка, нужно ее подрезать, не будем подрезать, сделаем так, все будет нормально. Это же все не просто так. Ну, итальянцы придумывали это годами, разрабатывали. Почему ты учишь всех жизни, если все уже и так придумано? Это на самом деле боль. У меня такое ощущение, что главная цель авторского контроля это не проверить, что что-то совпадает, что-то сделано не по проекту, а просто, чтобы просить ребят делать так, как нарисовано. То есть ничего от себя не добавлять. Вот просто нарисовано, пожалуйста, просто сделайте так и все. Не надо ничего от себя, пожалуйста. Какие бы ни были опытные у вас сантехники, все равно надо их контролировать. Вот это вот особенность нашей стройки. Здесь уже видно итоговое решение по подоконникам. Мне очень нравится, когда подоконник заподлицом со стенкой. Но вот этот заводской шов, который был бы виден, он очень неэстетичный, некрасивый. Он прямо такой, ну, вот честно скажу, на самом деле ужасный. Керамогранит запилили под 45, вот в ту сторону. То есть здесь, по сути, осталась только узкая грань, и под ней такая уходящая вниз ниша. И вот эту нишу мы просто залепили штукатуркой, то есть подошли снизу штукатуркой, маляркой. И у нас получилось очень эстетичное и красивое примыкание. То есть плоскость подоконника, она из керамогранита. То есть это, на самом деле, вечный материал, с ним ничего не будет, он очень легко моется. А стена вниз идет аккуратной, плоской, которая будет покрашена. Конечно же, просится еще керамогранитом обойти откосы, перемычку сверху, но я уже не стал с этим заморачиваться, и оставили только плоскость подоконника. Финишно вот так выглядит подводка радиатора. Видите, эстетичная стена, то есть снизу проходит теневой плинтус, все очень аккуратно, и нет вот этой дурацкой трубы, торчащей из пола. Единственный момент постройки, который я хотел бы рекомендовать, это ниша, которая образовалась, раздолбанная, где мы проводили трубы. Мы ее не замазывали штукатуркой, там, родбантом или чем-то таким. Мы ее заполнили пеной, потому что пена имеет возможность двигаться. А так как трубы то горячие, то холодные, зимой и летом, они будут расширяться и сужаться, соответственно. И пена позволит дать вот этот ход, и стена у нас не потрескается. А сверху она уже аккуратно закрыта финальной штукатуркой. То есть это такой более технологичный момент, который позволит вашей стене потом не треснуть. Укладка керамогранита, ковер из мрамора. Последние пыльные работы – это укладка керамогранита на стены и пол. Я использовал испанскую плитку крупного и очень крупного формата, но так как ванна небольшая, то плиточнику пришлось очень сильно повозиться. По сути, там нет ни одной целой плитки. Все порезано. Укладка ковра из натурального мрамора поначалу мне казалась легкой прогулкой, но в итоге она затянула стройку больше, чем на месяц. Специалисты по камню, взявшись за этот эксперимент, они ни разу еще не делали такой ковер, поначалу схватили за голову, потому что у них все шло не по плану. Но в итоге у них все получилось, и они блестяще выполнили свою работу. Ванная комната закончена, наверное, уже процентов на 80. Вся плитка уложена, и посмотрите, какие здесь аккуратные тонкие швы. У нас очень крутой плиточник, он запарился с этим моментом, но он был очень зол, потому что ванна маленькая, плитка довольно большая, это метр двадцать на ши летят, и здесь почти каждая плитка запилена. Здесь не столько нужно было укладывать плитку, сколько нужно было пилить. Плитка мне очень нравится, это испанская фабрика Балдассер, она имитирует такой природный оттератор очень органичных, натуральных, природных цветов. Поэтому я думаю, что она будет актуальна, но минимум 10 лет вот точно. То есть мне не захочется ее менять, она не агрессивная, не яркая, не давит, и здесь находиться очень приятно. Вот эта плоскость не совпадает с плоскостью гипстокартона, здесь мы еще пройдемся клеем и выровняем эти плоскости, чтобы зеркало было вот заподлицо с плиткой. Здесь у нас будет кран и смеситель. Вот остались по сути только розетки и чистовая сантехника. Над ванной у нас находится крупноформатный керамогранит, и сейчас очень плохо видно его фактуру, она кажется ровной, плоской, но когда мы сверху сделаем подсветку, она там предусмотрена, то сразу же выявится его фактура, и вы увидите, в чем вся его фишка. Он был очень крупный, 2,5 метра на метр, и не прорезал к нам в лифт. По нашим размерам он был выпилен, и привезен таким размером, который же легко влез в лифт. Его нужно было устанавливать до ванной, потому что он довольно тяжелый, и мастер, укладывающий плитку, не хотел, стоя в ванной, заморачиваться тяжелыми грузами, чтобы случайно не промять ванну, поэтому ванна была установлена гораздо позже. Обратите внимание, что вся плитка к ванной подходит сверху, то есть ванна как бы утопает под нее. Это самое правильное решение для укладки плитки, потому что здесь тогда получается самый миниатюрный шов, то есть туда не будет попадать вода, там не будет такой, знаете, канавки, в которой будет скапливаться вода и превращаться потом в черную плесень. В коридоре наконец-то появился самый яркий его элемент, это мраморный ковер, и он единственный в своем роде, потому что это ручная работа, а как известно, ручная работа, она не может быть в двух экземплярах, то есть как положили, так и положили. Рассказываю, как мы это сделали. Мы взяли мраморную плитку, толчиной сантиметр, напилили ее на вот такие тонкие полосочки, а потом просто их вот так сломали. Потом мы наклеили ее на стяжку, в таком порядке получилось, что боковые края у мозаики идеально ровные, короткие, сколотые, такой рваный мрамор получился. Затем мы залили все это специальной смесью, это что-то вроде белого цемента, криво, там целая история. И подождали неделю, пока она застынет. Но она настолько сильно застыла, что мраморщики просто были в шоке. У них даже сломалась шлифовальная машина. Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, у нас ковер заходит под теневой плинтус, и обычная вот эта шлифовальная машина, под него тоже не могла заходить, пришлось все это делать вручную. В общем, ребята просто прокляли все. Но результат впечатляет. Будет еще прозрачное покрытие, которое закроет поры, не даст грязи впитываться в камень и вот в этот бетон, и сделает мрамор более ярким. То есть будет очень яркая, сочная, такая блестящая поверхность. Мы не могли делать пол из керамогранита, пока не будет этого ковра, потому что у нас очень тонкие швы, очень тонкие стыковки, и вот этот мрамор держал все. Теперь уже наконец-то он готов. Теперь мы смогли сделать керамогранит, и переходим наконец-то к следующей стадии, к покраске. Ванна закрыта экраном. Это немецкий дюровит, и меня на самом деле довольно поразил, почему вот такой высокий бортик у ванны. Я не знаю, мне это на самом деле не очень нравится, но скорее всего это связано с жесткостью, потому что ванна получилась очень такая жесткая и крепкая. Здесь вы видите довольно толстый шов. Почему? Потому что здесь у нас скрытый люк доступа под ванную. Вот этот крючочек снимается, люк полностью вынимается, и можно даже небольшой человек, небольшого роста может легко прорезть под ванну и все там починить. Ванна получилась на самом деле довольно высокая. Это связано с тем, что слив у нее по центру, а фановая труба находится вообще в противоположном углу ванной. Поэтому в воде нужно сначала дойти сюда, потом пройти вот так вдоль стены, сделать здесь изгиб, и вот в этом коробе уйти в фановую. То есть очень большое расстояние, и чтобы был правильный уклон, и вода уходила, нам пришлось довольно сильно задрать ванну. К сожалению, здесь по-другому было сделать никак. И обратите внимание, как у нас подошла плитка к скрытой двери. Она у нас аккуратно заходит под короб скрытой двери, и получается очень красивая конструкция, снаружи крашенная, а изнутри покрытая плиткой. Это последние, по сути, кадры, когда у нас здесь пыль, грязь в квартире. Дальше уже будет чистовая стадия, когда никакой грязи в квартире не будет. Уже приезжали представители компании, которые будут мне делать корпусную встроенную мебель, сделали все чистовые замеры. Нам пришлось немножко подкорректировать розетки, чтобы они идеально подошли под уже проработанную, прорисованную кухню. Также мы промерили все в ванной, шкафы в коридоре. Я уже проверил чертежи, и буквально на днях все будет запущено на распил. И потом уже буквально через несколько недель это все окажется на этой квартире. Затирка швов керамогранита, покраска стен, укладка паркета. Мы отмыли квартиру от пыли и занялись чистовыми работами. Сначала мы затерли швы на керамограните, и это полностью преобразило его внешний вид. Дальше все стало стремительно развиваться. Мы покрасили стены, нанесли декоративную штукатурку, установили радиаторы, на пол уложили инженерную доску, покрыли бетонный потолок матовым лаком. Когда моя 12-летняя дочка услышала об идее оставить бетонный потолок в комнатах, она сказала, пап, ну идея так себе. Но я считаю, что художника может обидеть каждый. А я хороший отец, поэтому не стал ее бить, я просто лишил ее карманных денег. Уже завтра привезут корпус тумбы. Сначала мы делаем корпус тумбы, после этого сразу же делаются замеры и делается столешница. К сожалению, сразу же все это сделать невозможно. Так же, как и с кухней, это все идет через диаметры. Сначала корпус, потом замеры, столешница. У нас наконец-то появилась затирка. Это эпоксидная затирка. Она очень сложная в исполнении, то есть нужно сначала нанести, потом подождать 4 часа, потом сразу же смыть. Все это делать очень аккуратно, потом это все смывать, все лишние детали. Но в итоге у нас получился очень цельный рисунок. Мы очень классно попали в свет и камень смоется цельным и единым. То есть она стала по сути как таким единым крупным форматом. И вот именно с таким рисунком, с такой текстурой это смоется очень красиво. И мне очень нравится этот серый природный теплый цвет. Он смоется как раз очень органично за счет своей цельности. Я не знаю, будет ли теперь это заметно, но когда я уже показал пальцем, теперь это заметно. Когда делали затирку потолка, сюда рабочий, сволочь, стал ногой. И вот этот уголок у нас треснул. Здесь откололся маленький кусочек, здесь сделали затирочку, и все сошлось. В принципе, если далеко смотреть, мне в глаза совершенно не бросается. Но когда затирки не было, здесь был черный шов, это было прям критично и некрасиво. В коридоре на кухне появилась красивая декоративная штукатурка. И меня постоянно спрашивают, что же это такое, что же это за красота. И все штукатуры, на самом деле, все, кто работает с декоративной штукатуркой, сразу говорят, это шелк. На самом деле, это не совсем шелк, но суть именно такая. Это очень легкое нанесение в два слоя, и получается такой плавный, красивый рисунок, ненавязчивый, очень спокойный, потому что многие заказчики помнят по старым временам, декоративную штукатурку, она называлась венецианка. Вот венецианка, это полный мрак, она очень активная, а это, наоборот, такой легкий, мягкий рисунок. Чтобы нанести штукатурку, стену нужно зашлифовать просто в ноль, как зеркало, потому что это очень тонкий слой, буквально миллиметр. Любая неровность будет сразу же на ней видна. То есть у нас здесь переделывали стену, потому что немножко не шлифовали, и сразу же она смоется по-другому, она сразу же такая матовая, не играет, и совершенно по-другому смоется. В общем, обязательно подготавливайте стену, идеально просто как зеркало. Металлическая коробка входной двери была черного, некрасивого цвета, она меня всегда раздражает, когда люди уже закончили ремонт, и у них остается вот эта коробка. И я захотел ее также покрыть штукатуркой под шелк, но строители меня отговорили, потому что это все-таки входная зона, и здесь постоянно будет какая-то грязь. Вот этой краски буквально несколько дней, а здесь уже кто-то неаккуратно наступил на нее, либо упала грязь, и сразу же появился след. Так вот это будет здесь постоянно, но этого просто невозможно избежать, как бы ты не вытирал ноги, все равно что-то будет попадать на дверную коробку. Поэтому мы приняли решение заколировать свет, похожий на нашу декоративную штукатурку, и просто покрасить специальной краской. Это краска по металлу, она уже в составе с грунтовкой, и она идеально схватывается именно с металлической частью. Мы ее зашкурили, чтобы появилась адгезия, и покрасили. И вот такое решение будет служить в совершенно другое время, в отличие от декоративной штукатурки на водной основе. На стене в ванную находится ночной светильник, ночничок мы его так называем. Мы долго думали, в какой цвет его покрасть, потому что изначально это гипсовый такой белый квадратик. Изначально он был белый, на фоне этой бежевой штукатурки он просто светился как некрасивый квадрат. Поэтому мы его тоже покрасили в свет стены, то есть в спальне мы покрасили в свет спальни, здесь мы покрасили в свет свет декоративной штукатурки, и получился очень красивый такой интересный, просто перепад стены. По сути, это рельеф, из которого будет свет, а не какой-то именно осветительный прибор. Проблемы начались, когда мы стали делать примыкание теневого плинтуса к коробке на самом деле я много с кем общался с специалистами crop systems с прорабами с разными строителями много искал информации в сети у всех совершенно разные данные то есть нет ущебника как правильно сделать примыкание двери коробки скрытого монтажа его просто не существует поэтому каждый прораб каждый дизайнер придумывает какую-то свою технологию рассказываю про нашу технологию значит мы спилили кусок коробки вот этот внутренний чтобы максимально подойти плинтусом но если бы спилили еще чуть-чуть у нас вы просто здесь образовалась дырка поэтому мы спилили сняли металла по максимуму дальше уже было не сделать если бы доходили профилем до вот этого угла то у нас просто профиль был отгибался то есть невозможно было дойти до конца в итоге мы спилили кусок профиля не дошли и вот этот оставшийся кусочек мы зашпатлевали шпатлевкой по металлу это авто шпатлевка чтобы дырки в машине замазывать на металле вот мы все это замазали и потом нам пришлось прокрасить плинтуса вот другого решения мы не придумали и в принципе получилось неплохо если конечно на будущее бы сделать чуть-чуть пониже теневой плинтус мне кажется он немножко здесь задран конечно в плане уборки это будет более удобно но в плане эстетики я бы делал наверное на пол сантиметра может быть на сантиметр все-таки пониже например мой друг сделать него принтус пол сантиметра и это смоется но тоже он будет не очень потому что слишком уж тонкий вот этот шов то есть нет ни тени ничего и нет полного примыкания то есть надо я считаю что на на идеальное расстояние это все-таки полтора сантиметра наконец-то на квартире появился красавец центр это стальной трубчатый радиатор с боковым подключением я брал из наличия брал что было поэтому менее распространенное подключение когда у нас сбоку сверху и снизу более распространенное нижнее когда снизу втыкается бинокль и вчера был очень страшный для меня момент потому что полгода стройки трубы были по сути заглушены я не знал каком они состоянии и вчера когда мы пустили воду все зашумело я думаю сейчас прорвет стену нам придется заново делать ремонт я очень боялся я несколько раз за день приезжал проверить не течет ли где-то все получилось прекрасно нигде ничего не течет и теперь на квартире наконец-то появилось тепло изначально в кухне и коридор я хотел положить крупноформатную плитку большого размера метр двадцать на 250 что такое большое огромное стоимость было просто сумасшедшая я решил сэкономить и положил стандартную плитку 60 на 60 это очень удобный для укладки формат очень добрым для транспортировки потому что с крупным форматом вы знаете это всегда мучение в перевозке в стоимости в распиле и так далее я считаю что мы идеально подобрали затирку это пактильная затирка цвет плитки и сейчас он смотрится реально как крупный формат это именно тот эффект которого я хотел добиться то есть нету этих квадратиков с швами здесь просто красивое идеальное покрытие песочного цвета большая спальня покрашена в теплый плотный бежевый цвет а малая спальня покрашена в приятный теплый белый комнатах на пол мы положили инженерную доску очень часто под инженерную доску кладут фанеру для большего сцепления для выравнивания но так как у меня очень низкие потолки я решил укладывать без фанеры мы просто загрунтовали хорошо стяжку и прямо на нее приклеили доску есть один важный момент вся доска у нас разного размера доска от фабрики косвик я очень благодарен это просто потрясающий производитель во-первых посмотрите какая она широкая я очень люблю именно широкую доску мне она очень нравится не трехполосную узкую или просто какой-то маленький паркет а именно широкая доска чем она шире тем по мне она круче вот именно в современном ремонте доска натуральная поэтому у нее очень разница в свету здесь есть светлые доски темные доски вот за этим всем должен следить паркетчик при укладке когда укладывает доску он смотрит где у нас много сучков где мало и вот здесь например если вы видите выложено вот это место оно все в сучках а вокруг сучков поменьше почему так сделано потому что здесь будет кровать и все вот некрасивое место темно и темная доска темные сучки вот это все уйдет у нас под кровать а самая красивая доска чистая светлая она будет в окна для сохранения максимальной высоты помещения потому что потолки невысокие мы оставили в качестве потолка бетонные перекрытия вот такое какой она есть мне еще на самом деле довольно повезло с его цветом потому что бывают такие просто за загаженные мрачные перекрытия у меня она довольно чистое один шов и вообще закрою профильным светильником и перекрытие будет довольно эстетичная но сейчас на этапе малярных работ я хотел рассказать что мы покрыли потолок чтобы он не пылил матовым прозрачным лаком и теперь он смоется очень таким более бархатным приятным и мне эта эстетика очень нравится корпусная мебель столешницы фартук гардеробная преображение интерьера все ускорялось ускорялась стала появляться корпусная мебель и до этого пустой интерьер стал приобретать уже законченный дизайнерский вид главной проблемой моей стройке было то что у меня работали самые крутые специалисты в своих сферах не было человека который бы их координировал по сути координацию на себя взял я а это очень неправильно и я очень пожалел о том что не нанял прораба одно дело обсудить примыкание плитки к инженерной доске а другое дело скоординировать работу нескольких специалистов мы уже на финишной прямой и выходим на этап чистовых материалов и посмотрите у нас появилась корпусная мебель это прекрасная кухня я думаю что подробно о всех деталях я расскажу в отдельном выпуске я хочу снять отдельный выпуск именно про финиш а сейчас я расскажу именно про строительные особенности у нас столешница и скварцевого гламирата здесь была целая история потому что ее нужно было идеально ровно выставить искусственный камень можно как-то подпилить сделать наискосок вот скварцовым агломератом это невозможно сделать потому что он очень твердый здесь уже все выстроено все четко здесь у нас вот такая история столешница затекает внутрь и там можно будет спрятать кофемашину какой-то бардак устроить какие-то средства то есть все 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 весь бардак можно будет спрятать за этой дверцей верхние фасады это аналог феникса он очень приятный глубоко матовый очень красивый цвет он будет поддерживать стулья это вы увидите чуть позже обратите внимание на плинтуса это не какой-то там пластик это мдф и перфорация для холодильника чтобы шла конвекция сделана вот такая аккуратненькая красивая эстетичная в обычном там дсп такого не сделать это можно сделать только в крашеном мдф дизайнеры тоже ошибаются и я к сожалению посчитал плитки ванную больше чем нужно было причем больше так нормально у нас осталась плитка мы не знали куда ее девать но на этапе проекта у нас было непонятно что сделать фартуком и эта плитка просто идеально подошла к столешнице я считаю что это супер природные цвета они супер органично между собой переплетается плюс идет отсылка к ванной то есть квартира становится более цельной более единой на столешнице у нас три отверстия и меня уже несколько раз просили для чего три отверстия первое отверстие это смеситель второе это дозатор а третье это кнопка для измельчителя все очень просто мебельщики очень хвалили моих строителей которые возводили стены из гипсокартона сделано идеально по вертикали в противном случае здесь появилась бы какая-то морковь какая-то тень выбирайте хороших строителей в ванной появилась корпусная мебель и она устанавливалась в несколько этапов сначала ставилась тумба с такими аккуратными ящичками здесь полки открытые когда тумба установлена приезжает замерщик снимает лекала как установилась тумба потому что здесь примыкания должны быть идеальные и после этого мы сделали и закрыла вот такую красивую столешницу умывальник не по оси тумбы он спаси именно смесителя здесь мы оставили размер побольше чтобы можно было здесь аккуратно протирать там пыль и грязь чтобы был доступ между ванной и тумбой ниши над унитазом наконец-то закрыта здесь такие аккуратные фрезы здесь есть глухарь чтобы дверца не билась об стену и здесь чуть позже появится аккуратные крючочки потому что до стена если его потрогать она теплая это теплая стена чтобы вещи на ней сушились там внутри заведен теплый пол шкафчик открывается здесь есть несколько секций здесь скоро появится система который будет заглушать подачу воды в случае протечек и также справа есть аккуратные нишки с розетками то здесь можно уже поставить заряжаться там все что угодно я хотел чтобы дверь были заподлицо с плиткой и здесь оставался торец чтобы его закрыть мы приклеили вот такую аккуратную шлифованную накладочку из металла который будет очень органично играть кнопка когда она появится вы поймете о чем я говорю если вы смотрели выпуск о том как создается корпусная мебель то вы уже видели эти фасады на производстве они наконец-то установлен у меня в квартире еще не установлены ручки ручки мы заказали вообще на алиэкспрессе вот такие аккуратные из стали как его во всей квартире здесь инкрустированы вот такие камешки красивые их будет четыре ручки и я пока могу открывать вот так за теневой плинтус и когда я открываю шкаф то шкафу аккуратно загорается свет штанги здесь белые в коридоре покажу чуть позже они черные коридоре также появился корпусный шкаф здесь вот такие аккуратные глухари и для чего они сделаны чтобы можно было запилить теневой профиль под 45 градусов обратите внимание что на стеневой плинтус на стене плавно переходит в теневой плинтус на мебели то здесь одна такая продолжающаяся аккуратная линия это смоется очень красиво и чуть позже когда уже раскроется полы я покажу вам как красиво переходит этот ковер из мрамора в плитку и шкаф вот эти три элементы как они между собой сочетаются этого добиться было поверьте мне очень непросто открываем шкаф также потому что ручки еще не установлены я сейчас покажу вам ручки сами разработали их дизайн это такой предмет в теплом минимализме с интересного такой граненой фактурой натуральный дуб он тонирован мы специально оставили фактуру чтобы он не стал таким найти пластмассу я хочу на самом деле наверное продавать такие ручки чтобы вы тоже могли себе позволить в эту красоту чтобы она была у вас дома для шкафа я считаю самый правильный вид освещения когда свет идет по передней части шкафа то есть он не за вещами его хорошо видно и он подсвечивает всю плоскость шкафа для всех кто хочет себе установить надежные потолки стеневым примыканием покажу прикольный лайфхак у меня конкретно профиля краб но я думаю что это можно использовать для любых профилей профиль идет по стене вот там с ценевым примыканием потом он переходит на глухарной мебели и продолжается вот так в круг по всему коридору то есть мы не делали никакого гипрочного короба над шкафом у нас краб идет именно по глухарю то есть глухарь мебельный специально установлен на там за ним брусок то есть такая жесткая конструкция от которой никогда не вырвет потолок и получится что шкаф как бы затекает вот туда в тень за потолок и это очень будет красиво элегантное решение я специально вот сегодня назначил съемку до того как потолки натянули чтобы вы увидели всю эту систему изнутри первый щит уже заполнен просто битком автоматами здесь их изначально было по моему четыре штуки то есть мы поменяли входной на нормальный автомат потому что автомата застройщика каждый раз искал мне было просто страшно появились автоматы на все группы плюс отдельные автоматы на группы связаны с водой то есть щит такой максимально мощный и максимально надежный внизу же щит для слаботочки здесь уже появился первый трансформатор не трансформатор и неправильно сказал блок питания вот он постепенно будет заполняться блоками питания и если что-то случится я просто их буду заменять мне нужно будет лезть куда-то в нишу за шкаф там разбирать потолок все блоки питания будут здесь немного о боли когда вы заканчиваете покраску стен и к вам приходят подрядчики они всегда эти стены портят вот я не не слышал ни одной истории чтобы стены остались вот такими же идеально выкрашенными после того как прошли подрядчики обязательно оставляйте краску чтобы не докупать и впоследствии чтобы потом не было ошибок что вы не попали в свет чтобы та же краска какой вы красили потому что все эти пятна мы будем убирать здесь принципе нужен очень хороший клининг после всех подрядчиков и он у нас по плану после чистовой установки электрики ну светильников и сантехники я в принципе пишу список всех работ на этой квартире и я обязательно его прикреплю к финальному видео чтобы вы видели и могли для себя использовать за каким этапом идет какой-то об там подробного я все записывал там будет подробно расписано все работы по этой квартире гардероб и мы его разрабатывали вместе с очень классными металлистами и на самом деле мы хотим его запустить в серию чтобы можно было покупать потому что аналогов у нас просто нет либо они стоят там миллионы либо их просто нет они топорные ужасных кого-то прямого металла вот такой красоты вы вряд ли сможете где-то найти у нас в стране ее просто не существует своим брендом мы хотим ее выпускать и сделать ее доступным для людей будут два светильника в потолке и будет еще подсветка в самих рейках то есть штанги на которые вешается одежда будут светиться через непрозрачное стекло ну я думаю что не надо это все рассказывать надо просто один раз показать натяжной потолок сантехника свет двери зеркала и шторы законченный внешний вид квартиры оформляется на 90 процентов всего лишь за 10 процентов от всего времени стройки за последний месяц квартира полностью преобразилась да у меня были проблемы с подрядчиками которые подвели но я их поменял и новые ребята закончили все очень оперативно на самом деле стройка это маленькая жизнь я даже слышал что часто люди разводятся после ремонта у нас почти развились сантехник с маляршей квартире появился чистовой потолок полотна дверей и ручки на них на стенах появились зеркала на окнах шторы в этой квартире очень много вещей разработан специально для нее таких как ручки для шкафов гардеробная кровать спальни у нас будет отдельный выпуск посвященный дизайну и концепции дизайна этой квартиры и там я обо всем этом расскажу подробнее на кухне и в коридоре наконец-то появился натяжной тканевый потолок он ультраматовый он совершенно не отражает свет поэтому смотрится ну практически как гипсокартон и тыковку между принтусом и фартуком мы прошли герметиком между камнем и между мебелью это можно делать только эластичным материалом в противном случае если дерево будет дышать то остальные затирки просто растрескаются поэтому используйте герметик у нас подключена вся электрика под стиральной машины под мойкой есть датчики протечек на всякий случай есть измельчитель мой любимый не будет никакого ужасного влажного мусора туда можно скидывать скрлупу и часто люди пишут что как же так вы скидываете мусор в канализацию но чего только люди в унитаз не скидывают а это то же самое по сути а здесь это все измельчается до крупы и никаких проблем не будет знаете какой маленький духовой шкаф на самом деле все кто видит начинают смеяться но на самом деле я больше чем одним подносом готов к не пользуюсь но за счет того что маленькие здесь еще есть функция пароварки холодильник разбить на две части это морозильная камера холодильная камера это просто огромное пространство я пока не знаю даже чем это все заполнить у нас была одна проблема с кухней мебельщики на самом деле накосячили они вытяжку сделали вплотную к стене а фартука еще не было и когда я пришел ставить фартук то я понял что нам придется вырезать какую-то канавку здесь запариваться в итоге вытащили вперед вытяжку чтобы можно было засунуть туда фартук в общем все это установили и здесь есть вот такой небольшой косячок она немножко торчит вперед когда делаете вытяжку встроенную помните об этом учитывайте это учитывайте что на стене у вас не плоская стена а именно фартук вот такой маленький косяк но я думаю что мы красиво из него вышли здесь у нас стоит круглый стол он тяжеленный я еле его дотащил я не знаю почему я решил один тащить вот эта ножка она весит по моему 80 килограмм примерно как я и я чуть спину не сорвал пока тащил ее там с пятого этажа без лифта это было просто ужасно наконец-то установили эти красавицы двери от фабрики софии они высотой 2 и 4 метра они просто прекрасно вот эти ручки сделанные в италии шлифованы если вы обратите внимание в этой квартире все сделаны шлифованного металла здесь ничего не блестит здесь почти нет латунных оттенков потому что это уже совсем не тренд на самом деле латунь и вот эта шлифованная ручка открывает нам путь в кабинет тиро детскую испанский светильник который мы видели в китае мы были в шоуруме в китае фабрики которые производят эти испанские светильники вот такие сюрпризы бывают а сами светильник очень крутой он светит вниз здесь просто пока еще не стала здесь будет большой рабочий стол и он будет на него светить шкаф готов все ручки установлены здесь у нас пока временно пылесос здесь выдвигается гладильная доска вот она красавица вот мне единственно кажется что мы немножко низковато и сделали я бы на сделал уже повыше но в принципе будет работать вот как только открывается шкаф сразу включается подсветка загорается красота обратите внимание что у нас двери на магнитных топорах то есть вот она приклеивается намертво потом ее открываем и у нас теневой плинтус очень плавно переходят со стены на шкаф вот так продолжается то есть у нас везде красивое теневое примыкание потолок бетонный здесь у нас люстра из икея вот остаточки когда была распродажа в икее я себе купил цен год лежала у меня на складе вот ее подвесил единственное что мне кажется что низковато но непонятно кабинете детской окна декорированы рулонной шторы это ткань блокаута то есть через нее вообще не проходит свет и здесь можно сделать полную темноту к сожалению тюль который здесь будет на обычной штанге он не подошел по длине его сейчас перешивают и в ближайшее время его привезут и здесь уже будет полный уют сверху вот это интересная конструкция это светильник на металлическом тросе это единственно здесь освещение на самом деле кроме ночных этих светильничков и он дает очень яркий свет я думаю что будет темнее он отражается от натяжного потолка и здесь прямо ну максимально светло 1 на больше и не надо мы с ним на самом деле намучились потому что когда электриковый открыл там была металлическая лента на ней были наклеены белая и серая ленточка еще сверху или какого это конечно все равно отвалится это же все нагреется и оторвали это и другое и потом оказалось что это чистовой свет то есть снизу это лента должна быть белой и нельзя было отрывать назад уже не вернуть и покупайте новый светильник за 25000 в общем нам удалось договориться с производителем мне прислали новую ленту и ребята трясущимися руками смогли все-таки наклеить все получилось красиво но это стоило довольно большого стресса еще один момент мы забыли сделать в гипроке закладные мы очень боялись что этот кронштейн вырвет но на специальные дюбеля получилось закрепить дверь это наверно последняя боль которая здесь осталась вот этот наличник он конечно очень некрасивый и в идеале его поменять на что-то более эстетичное подходящие по цветам квартире здесь конечно грязный пыльно еще не было финального клининга не обращайте внимание друзья пока можно ходить еще в уличной обуви здесь к стоит красивая банкетка это мустаж париж она такая очень стильная но по сути это уже такая на маленькой иконы стиля это мягкий материал он меняется больше всего конечно боюсь как к нему отнесется мой код но посмотрим посмотрим что с этим будет коридор визуально стал в два раза больше конечно же за счет зеркал здесь очень красивая растекловка есть обычные осветленные зеркала и красивые итальянские состалины они все перетекается ковря на стену все решения бьются в общем здесь пришлось постараться поработать дизайнера на шкафу появились ручки это дуб тонированный здесь очень красивая фрезеровка но это прямо по мне это произведение искусства с нашим дизайном я про них еще отдельно скажу именно в дизайнерском обзоре здесь у нас шкафу находится пылесос такая получается бытовая часть и часть для вещей заходя в спальню первое что мы видим это гардеробная гардеробная просто потрясающе здесь еще правда нет ручки мне еще и доделают она закрывается можно закрыться и обратите внимание что видно что это только если вы совсем близко от стекла то есть чуть она уходит и все сразу растворяется то есть это гардеробная позволяет нам иметь легкий бардак дарики там разноцветные вещи потому что изначально думал вообще сделать прозрачную но сразу же отказался этой мысли невозможно жить в стерильном порядке постоянно все убирать постоянно париться это гардеробная будет позволять немножко все-таки расслабиться дома и наше ограждение обняла нашу гардеробные системы и все вместе смоется цельным красивым мне очень нравится спальне больше всего групп света на она больше чем вариантов во всей квартире здесь огромное количество выключателей при входе и я думаю что я не буду пользоваться всеми этими группами здесь очень яркий свет накладной дальше идет открытая проводка белая текстильная красивая мне нравится очень это решение и обратите внимание что бетонный потолок у нас остался финальном варианте большинство подрядчиков спрашивали что ты будешь делать с потолком ну вот я оставляю вот такой бетонный потолок и мне эта эстетика близка мне она нравится из гардеробной мы переходим к зоне сна непосредственно кровати кровать это тоже отдельная история также я буду про нее отдельно рассказывать это наш дизайн здесь у нас конечно же вам почиталки вот они прекрасно они так гнутся то есть постоянно гнуть их на не надо но один раз можно настроить комфортный угол и их использовать это единственное помещение где есть электропривод на шторы но мне это очень важно чтобы спать в полной темноте блокауте и просыпаясь не раздвигать штора не отрывать их открыть окно просто одним нажатием кнопки в ванной появились финальные чистовые элементы во первых это зеркало зеркало прекрасно теперь вы видите всю задумку потому что изначально все спрашивали что же такое теперь она подсвечена по периметру дает очень красивый яркий засвет можно делать очень красивые селфи между прочим от шторы в ванной и отказался мне кажется она все-таки испортила всю эту минималистичную идею и здесь появилось красивое стекло optivite в шлифованном металлическом зажиме как и вся остальная фурнитура там шлифованный косой вот такой кронштейн к сожалению от него нельзя отказаться был второй вариант сделать такую горизонтальную штангу и еще вариант просто ничего не делать но если вы вдруг подсказнетесь и вот так плечом навалитесь изнутри то есть очень большая вероятность что это ограждение вырвет она разобьется это может очень плохо кончится поэтому я оставил эту штуку косую пусть она будет я считаю что она не сильно нам портит всю эстетику появились мраморные полки это белый мрамор они не доходят до стены чтобы вода могла убегать это конечно же гораздо красивее стеклянных прозрачных заляпанных постоянно пятнами полок на теплой стеной мы прикрепили 4 крючка и диск мы специально поднимая чертежи чтобы понять где заканчивается теплый пол чтобы случайно в него не зафигачить эти саморезы и обратите внимание на эту заглушку это важный момент многие про него забывают чтобы дверь не билась об крючке может быть важно потому что если заглушки не было то ты его просто не открылась или просто мы не установили бы крючки здесь будут висеть полотенце греться об теплую стену наверху под появился наш красивый матовый потолок и обратите внимание что он крепится не только на стены он крепится еще на мебельную заглушку вот те самые заглушки про которые рассказывал и и тень проходит прямо по мебели по стенам это очень красиво смоется очень минималистично я считаю что это супер красивое решение для современного ремонта я очень много раз рассказывал своих выпусках про картину моих родителей которые валялась им где-то под кроватью грязная с дырками прямо в полотне получилось ее восстановить отдать реставратором она стала как новенькая заказали для нее такой красивый золотой багет я специально ходил в эрмитаж смотрел на картины голландцев похожие по мотивам чтобы даже рама идеально подходила под сюжет в итоге у меня было полное ощущение когда я кидал ее в багажник что я ограбил реальный эрмитаж так вот я привез эту картину и это будет связь поколений связь моей молодости там жизни с родителями жизни в новой квартире вот эта картина она сразу же делает этот интерьер живым наполняет его историей здесь для нее есть специальное место есть специальный светильник один который будет ее подсвечивать на этом строительные работы закончены но здесь еще много всего нужно сделать провести большой финальный клининг сделать небольшие доделки появится еще очень много разных интересных деталей конце я обязательно проведу еще финальный обзор дизайна квартиры я проведу его совместно с дизайнером евгений обориной с которым мы разрабатывали дизайн этой квартиры обязательно пишите в комментариях что думаете о моем ремонте может быть вы увидели наверняка Вы увидели какие-то ошибки Какие боли были у вас с вашим ремонтом Поделитесь, пожалуйста, с нами Монтизация сейчас не работает Поэтому, если хотите поддержать наш канал И выход новых роликов, то я оставлю ссылочку на Boosty под видео Если видео было интересным, полезным Вы сделали для себя какие-то выводы И считаете, что это поможет вам в вашей стройке То обязательно поставьте лайк видео Это поможет вам продвижению И обязательно подписывайтесь на наш канал Чтобы не пропустить новые ролики Переходите по ссылке во все наши социальные сети Там очень много всего для вашего вдохновения Будьте с нами До скорой встречи, друзья Пока-пока